А как они смотрят вообще на, условно говоря, на восстановление Украины? То есть вот как они это видят? Потому что вот в том меморандуме это все достаточно грустно, мягко говоря, и абсолютно бесперспективно. Я встречалась с самой большой организацией Америки, DFC, это бывший ОПЕК, которые занимаются политическими рисками, сейчас они занимаются восстановлением Украины. Они будут открывать офис очень скоро в Киеве, и их стратегия не давать денег украинцам. У них стратегия давать деньги американцам. На то, чтобы сделать такую подушку для тех американских частных, в первую очередь частных компаний, которые будут заходить в Украину, чтобы им было более комфортно, как-то новый рынок, на ресерч, на какие-то такие первые нужды. Понятно, что частный бизнес пойдет после государственного бизнеса, они в первой волне никогда не пойдут. Государственные деньги пойдут, да, но это будут американские компании, которые, извините, не будут создавать рабочие места в Украине. Зачем им это? У них есть свои рабочие места в Америке. Они максимум какие-то малоквалифицированные рабочие места здесь создадут. Они не будут здесь делать государственные деньги, какие-то тут заводы по производству продуктов с высокой добавленной стоимостью, по переработке и так далее. Они будут брать сырье и перерабатывать это в своих странах. А нам же нужно наоборот. Украинские интересы в том, чтобы иностранные частные деньги пришли в Украину и строили производство. Там тысячи рабочих мест. Ни IT, ни агро, это небольшое количество рабочих мест. Сейчас все техникой работает. Большое количество рабочих мест это производство, инновационное производство с добавленной стоимостью. А это могут сделать только украинцы. То есть только украинцы смогут это отстроить. Я не верю ни в одно утверждение, что нам кто-то поможет. Нам никто не поможет, мы можем только помочь себе сами.